Прекрасный вопрос. Так и хочется ответить. Никакого. После-после я пере... Блин. Это не баг, это фича. Всем привет. Меня зовут Настя. Я тестировщик. Все. Можно я пойду? Ну ладно. Ладно. Тестировщики нужны для того, чтобы остальные игроки могли играть в игру в итоге. Чтобы их ничего не отвлекало от получения удовольствия от игры. Знаете, есть такой миф, что в тестировщики очень легко прийти, очень легко начать. И изначально не нужно никаких знаний для того, чтобы вообще существовать в этой профессии. Но эта история не про меня, потому что я пришла в тестирование осознанно. И у меня очень большой опыт в банковской сфере. И именно там я работала с ошибками. Правда, с людскими. И после... После-после я пере... Блин. Ушла в IT, ушла в удаленную работу. Я начала тестировать приложения. И постепенно перешла к играм. Тестировала инди-проекты. И потом уже попала сюда. Бегите отсюда. Бегите, глупцы! Если вы хотите начать тестирование, то прям начинайте. Берите что угодно, какое-то приложение. Выделяйте у себя время. И начинайте сами в нем пытаться разобраться. тестировать, рассматривать его с необычных сторон. И параллельно берите курсы, берите любую информацию и изучайте. В принципе, сейчас курсов очень много. Выбор огромный. Можно более комплексные, можно более мелкие. Но самое главное – это практика. Просто берите, начинайте и делайте. И тогда к вам придет сразу представление профессии. вы поймете, чем вы будете заниматься. И начнете понимать тот объем информации, который вам еще потребуется для того, чтобы продолжать. Самое сложное в работе – это договариваться. Потому что тестировщик имеет... Имеет постоянно дело с ошибками. Ошибки никому не нравятся. Особенно, когда можно понять, чьи они. И поэтому правильно донести мысль. Правильно объяснить, почему важно исправить. Почему это так не работает. Вот эта мысль... Ну, это вот самое сложное. Потому что нужно пройти через внутренний барьер другого человека. И донести свою мысль. Так, чтобы она, как бы, привела к хорошему результату. Это один из самых распространенных мифов о том, что я люблю игры, я много играю, и поэтому я буду еще и за это деньги получать. И это и есть тестирование. Ребята, нет. Она же близко не лежала. Ты, когда ты тестируешь, ты проходишь игру по очень огромному, я даже боюсь сказать эту цифру, раз. Соответственно, хотеть потом сидеть в этой же игре или в какой-то еще другой, ну, это такой сомнительный момент. Хотя у меня все равно остается, как бы, фан посидеть в другой игре, ну, совсем-совсем немного. Все-таки хочется менять деятельность и иногда отключаться. Основная задача в тестировании это сделать так, чтобы игрок в итоге, чтобы его ничто не отвлекало от геймплея, чтобы никакая проблема... чтобы он не столкнулся, по сути, ни с какой проблемой в игре. Чтобы те законы, которые действуют в игровом мире, они продолжали действовать и ничто их не нарушало. Вот, по сути, я убираю все те моменты, которые мешают игроку наслаждаться игрой. Вот так. Мой личный маленький лайфхак, когда уровень накала от работы или каких-то коммуникаций достигает пика, можно просто пойти, побить лапку. Смотрится ужасно, страшно, но потом все живы. Все живы и спокойны. Так сразу прям не ответишь. Самые странные байки, это как раз призрачные, которые то есть, то их нет. Их сложнее всего отловить, потому что непонятно изначально условия, при которых они появились. Ну, не знаю, были всякие забавные моменты, когда ты играешь-играешь, словно говоря, моргнул, посмотрел опять на монитор, а там уже персонаж исчез, все куда-то делось, провалилось, и это происходит просто по щелчку. Вот это да, вот это действительно странно. Приходится начинать все сначала, искать, докапываться. Ну, одновременно это очень интересно. У нас в коллективе есть такая традиция, как шапочка радости. Это такой колпачок с улыбающимся лицом, который у нас просто ходит по кругу, и его одевают те люди, у которых что-то удалось, и они испытывают радость. Вот, когда смотришь на такого человека, очень-очень улыбает. Прекрасный вопрос. Так и хочется ответить. Никакого. Очень много, ребят, это прям расписывать, это вот так. Каждый день что-то новое. Каждый день находишь новое, отыскиваешь проблему, решаешь. Это все вырастает в игре в какую-то совершенно другие аспекты, механики. В общем, это очень интересно. Очень веселое взаимодействие с разработчиками. Есть такая фишка, называется бага нет. Нет. Была забавная ситуация, когда я прям показываю бага, я прям его записываю, прям вот все, показываю видео, говорю, здесь не так, вот видишь, здесь не туда все идет. Мне говорят, бага нет. Почему бага нет? Я у себя его уже поправил. Цвет стен, освещение и печеньки. Ребята, и еще раз, тестировать игры никак не равно в них играть. Потому что ты проходишь игру многократно, фан уже исчезает. Тебе нужно смотреть на игру не как с точки зрения, не всегда с точки зрения игрока, а именно разбирать ее на составные части. Я играю в игру, но я в нее не играю, как игрок. Я не радуюсь хорошим там моментом. Я смотрю, а все ли правильно? А все ли хорошо? Все ли я увидела? Все ли я заметила? Поэтому откидываем иллюзии, воспринимаем этот момент как работу, и возможно, это действительно ваше. Все, уда. Что, запишем, что я пошла? Да, ну да, мы думали после аплодисментов. Ах ты, блин, это было оно? Это был уход? Ну ладно, я тогда пойду.